В конце прошлого года, в декабре, доходы от нефтеэкспорта России упали до 6-месячного минимума. Далее мы объясним, с чем это связано, какое влияние на бюджет оказывает и как сильно обвалятся поступления в новом году. Путин теряет нефтедоллары. В декабре доходы от российской нефти упали до минимума за последние 6 месяцев. В действительности санкционные ограничения как работали, так и работают. И контроль за теневым танкерным флотом есть. По сравнению с ноябрем 2023 года, доходы с экспорта за декабрь российских нефтяных компаний снизились на 1 млрд 400 млн долларов. Три поставщика получили за последний месяц года 14 млрд 400 млн долларов. Но экономисты объясняют это не только санкциями. Основная причина падения доходов в декабре связана с падением цен на нефть, связана с общей ситуацией в экономике мировой, которая привела к тому, что и уменьшилась физически не только цена, но и объем продаж. При этом РФ удалось даже нарастить продажи. В прошлом месяце Россия нарастила поставки нефти за рубеж почти на 500 тыс. баррелей в сутки, до 7 млн 800 тыс., что стало максимальным уровнем с марта. В частности, объем экспорта сырой нефти вырос на 240 тыс. баррелей, нефтепродуктов на 260 тыс. баррелей. Падение доходов на фоне роста объемов экспорта объясняется не только снижением цен на нефть, а еще и увеличением скидок именно на российскую нефть. Но в целом Кремль в 2023 году заработал немало на нефти. Порядка 110 млрд, хотя еще раз повторяю, например, вот в конце сентября, октябрь, ноябрь общий объем средств, которые получала Российская Федерация от продажи нефти, был самым высоким. Средняя статистическая цена, по которой, например, Российская Федерация от продавала нефть в Индию и в Китай, составляет где-то порядка 70 долларов. Это 72 долларов. Это с учетом логистики. А в декабре цена провалилась даже ниже 60 долларов. Сколько заработает страна-террорист в 2024 году, неизвестно. Однако получать огромные деньги на кровопролитие в Украине Путину будет труднее. В середине декабря ЕС принял пакет санкций, ужесточающий контроль над соблюдением потолка цен. Сейчас нефтеперерабатывающие заводы требуют сертификат происхождения нефти. Если у вас МИКС, у вас сертификата нет. То есть требуют сертификаты. Но опять же, кто требует, как требует. Во-вторых, усилили контроль за теми кораблями, которые страхуются в российских компаниях. Их не обслуживают в европейских портах. Соединенные Штаты Америки регулярно вводят новые ограничения на теневой флот, который РФ страховала у собственных компаний, чтобы перевозить нефть по цене выше 60 долларов за баррель. Буквально на днях американский Минфин наложил санкции на еще 19 танкеров. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ОФАС ввело санкции против 19 танкеров, которые под флагами Либерии и Панамы занимались перевозкой российской нефти. Один танкер в списке принадлежит компании из Гонконга – Сиелло Марин Лимитед. А 18 других – компаний «Хенессия Холдингс Лимитед», которая базируется в Объединенных Арабских Эмиратах. Она была основана в 2022 году и в канун введения ценового потолка закупила старые танкеры. На сегодняшний момент больше 60% российской нефти, ну меньше, 55%, торгуются танкерным флотом теневым. Так что в данной ситуации, опять же, для чего нужен танкерный теневой флот? Для того, чтобы обходить проискап. Удар по теневому флоту со стороны Соединенных Штатов Америки и усиление европейских ограничений должны снизить доходы страны-агрессора, чтобы Путин не смог финансировать свои преступные планы по захвату Украины. Субтитры создавал DimaTorzok